Так вот, я там задавал вопрос, да? Да, я как раз короткую революцию про Радугу. У Радуги есть момент, когда он указывает про то, как выглядит вот этот опыт, про внутреннее покачивание, про выходы из тела, там, конечности, у какой-то другой части, про то, как переворачиваться внутренне через голову. У Лабиржи тоже есть подобный пассаж. Он еще говорит, вот это характерный сон, похожий на осознанный, но отличающийся от них, когда вы просыпаетесь в собственной квартире. И когда первая часть обстановки похожа на то, и вы при этом ощущали некоторое покачивание, когда в ней оказались, и не путайте это с осознанным, это что-то другое, это типа вот мне неинтересно, и вообще это такая галлюцинация. Мне кажется, что вот он очень популярен, потому что почти все его переживали в детстве, когда нужно было идти в школу, и вот ты такой просыпаешься, и вроде почистил зубы, мыл лицо, а потом просыпаешься, нет, ты все еще в кровати. И вот это все вот сейчас было некоторой вот этой ситуацией, как раз на границе пробуждения. Она действительно очень частая. Но мне кажется, что просто эти исследователи с разных подходов подошли к вот той границе, которая представляет собой сознание со сном. То есть это просто такое сложное состояние, но имеет более чем один вход. Они не то что противоречат, они просто по-разному осваивают эту территорию. Территория большая. Ну, это мне так нравится. Вопрос, да, прежде чем как бы говорить о том, что есть какие-то проблемы, это человек связанное. Надо же понять, что такое человек. Есть какой-то ответ? Просто я так маленький комментарий как-то добавлю, что вот сейчас сложилась такая ситуация, что вроде человек понимается как своего рода машина, да? Так вот Дайос об этом рассуждает, что это вот тело, некое тело безорганка, но для которого есть машины и желания, да, и они действуют только тогда, когда разваливаются. И вы тоже как-то говорите о какой-то комбинаторике, да, но уже на уровне того, что внутри нашего тела можно что-то там переставлять, какие-то создавали от двойника, еще что-то делать, да? И тем самым как бы получается, что человек вот такой конструктор, да, вот как ты его изготовишь, таким он и будет. Так все-таки, а человек-то что такое? А чем он в таком случае не устраивает тоже, как раз 20 века, только более раннюю часть, там, человек как проект себя, то есть как раз потому, что все эти люди, которые создавали таких вот двойников, значит, впадали в эти сновидения, они же это сами делали, их не принуждали к этому некоторым таким силовым воздействиям. И здесь я наоборот, я целиком на их стороне, потому что вот тот ракурс, с которым они могут быть рассмотрены как машины, это результат, а не отправная точка. И вообще говоря, нечто описывается как машина успешно, только тогда, когда оно собрано и работает. Потому что когда оно разваливается по ходу, то даже это описание не прокатывает. Но это не Марклус, он делеза. И тогда-то небольшой ремарк нашим делезом. Мне попался у Смутердайка в его сферологии очень интересная ремарка, что делез, он работает в некотором смысле так же, как Ламетерис, вот этим человек-машину, как мысль производит мозгом, как желчь печенью, что это не является некоторым трансцендентальным принижением того, чем мы являемся. Это особого рода эмансипирующие проекты. Потому что то, что в свое время делало Ламетри, должно было освободить нас от предрассудков, от заблуждений. Потому что если вы машина, то вы можете жить более свободно. И поэтому в проекте делеза тоже могут быть найдены интересные звенья. И здесь, вот это вот я заканчиваю ответ, что интересно, для меня, по крайней мере, что когда вот эта Ботли Тейлора восстанавливает себя, она может обозначить ее, как я-машину, которая кооперируется с машинами памяти, с машинами распознавания, там букв с машинами, коммуникативные речи устойчивые. Но просто эта машина, которая я, которую мы обычно связываем с человеческим ядром, она не хуже и не лучше других машин. Но надо признать, что они присутствуют. То есть они могут говорить нечто о себе, и когда она была повреждена, эти машины высказались особенно острым образом, они отвалились. Вот, пожалуйста. Нет, это все понятно. Вы просто так и не сказали, а человек и что такое? Вот как бы у вас промелькнуло то, что человек это вот нечто связанное со свободой. Да, вот выйти о каких-то стратегиях освобождения. А может быть не важно на самом деле, может быть и робот, если он свободен, он точно такой же человек. Может проблема решается на самом деле просто переопределением. Если мы поймем, не дадим определение человеку, мы может поймем, есть ли проблемы вообще с имплантами и с прочим. На самом деле есть версия, что если даже робот будет свободен, если в своих действиях он будет действовать свободно, то он будет точно такой же человек, как и любой другой. у человека есть свобода и некоторые проекты врачу из этого определения следует что любая машина неважно собака даже если она будет свободно или там собака смысле внешних признаков любое существо которое будет проявлять свободы будет являться человеком в этом определении а вашего времени получается человек это тот который имеет две руки две ноги если уже одна одной руки нету значит вроде уже какой-то недочеловек а уже непонятно что существует здесь я акцентирую на том что я могу вот я из маленького места из маленькой точки дать определение которое все объяснит а то что вопросы которые ставятся в публичных обсуждениях в интернет дискуссиях на конференциях они носит именно такой характер то есть этическая проблема она оказывается связана с этим и когда пытаются дать в ответ на нее определение человека дискуссии не заканчивается и я просто здесь не пытаюсь заранее всем участникам вменить нечто как определение чтобы она закончилась то что она не закончится не вы же говорите так что вот у человека имплант а человек ли он осмысленные вопросы есть вопросы прошу прощения дурацкий вот сидят 15 лига френов запертной в одном доме у них цвет на проблемы одному из них заменили хрусталик в глазу то человек криво после этого но это вопрос олигофренов очень сильно так их отделили ну а кого еще человеку которого заменили хрусталик и которому поставили искусственный палец или сердце вот сердце и все же он неусловно является человеком к этому же к этому же вопросу можно известные строчки мандельштама обращенный хребникову и всем остальным переадресовать он тоже говорил что хлебник раз компании это по сути дикари по той простой причине что до сих пор удивляет радио и вот здесь тоже какую-то кучу дикарей до сих пор удивляет искусственный хрусталик и главный искусственный хрусталик здесь просто минимальный пример на котором удобно рассмотреть эту проблему хорошо с хрусталиком не вызывает у вас сомнений а если это без тела сознание загруженное в сеть ведь я если мы говорим о человеке у нас есть эталон я мысленно я существую что он говорит дикарь пусть пусть нашего тела нет говорить дикарь поднять глаз которыми я смотрю уговорить дикарь да несомненно то что я мысленно мысленно существует баба и тогда все понятно и тогда со всеми хрусталиками ясно и загруженностью сеть ясно и с этими протезами суставов и клапанами сердца все ясно это действительно как говорит модельштам это до сих пор дикари поэтому я вот хочу пафос трансгуманизма я по большому счету не понимаю ведь если мы занимаемся философией мы должны отличать научно-технический прогресс от пафоса от не научно-технического прогресса мы должны скажем расширение протезирования и всех остальных технологий вы должны отличать от пафоса протезирование мы должны их отличать и мы видим что на самом деле что если научно-технический прогресс это нечто нормальное то пафосовый так называемый трансгуманизм это как раз та же самая попытка отбросить человека на уровне дикаря просто он живет не среди бананов на пальме а живет среди айподов но то же самое он такой же дикарь после у него другая он относится в техносфере не относится разумным образом обратить внимание все эти техно гуманисты они как правило профессионально непригодны в тех самых областях где они работают кроме пафоса за ними обычно ничего не скрывается пафос у них есть а технологии понимания у них нет и вот это те самые увидели радио чудо произошло радио есть и счастья чудо опять дикаря то же самое что он помолился с ним сверху банан упал ну блин бы чудо я верно понимаю что вы сводите человека к просто мышлению по сути на следующей субстанции то есть ну да как ты говорил не о человеке он говорит просто осознание да осознание как таковом тут нет человека тут нет живущего дышащего которого бьется сердце просто я получили чистая теперь это я мы можем поселить где угодно хорошая фраза была сказана вашим коллегой я создаю кто создает кто ощущает что развалилась и кто создает не созданное не развалившийся человек а тот который вот это ведь поэтому пускай если он сознает себя в виде компьютерной программы сказать на тебя виде компьютерной программы просто эффектом описания со стороны жения уже не может используя то есть он описывает реакции людей которые сами ощущают свое я есть не было это тот который человек человек ощущает своего двойника он есть ощущает его в любом случае есть некоторая по которому я человеку да безусловно если у меня все руки если у меня все ноги это действительно большая проблема ощущения своих тел я множество тел есть биологическое тело психическое тело можно еще другой и у меня может еще третье тело это сознание тел но как субъект не не дождись на ни одного из тел субъект которому ты являешься человеком не дождись не так почему просто вы называете вот человеком в таком случае если это геносиологическая абстракция введенная в свое время чтобы удержать геносиологию здесь скажем так здесь нужно все-таки очень четко различать мы имеем два понятия человека два понятия человека одно понятие человека ну скажем даже три нет да три три понятия человека это определение человека то есть если мы берем длинка не смотрели что это человек как биологический вид есть другое определение человека отличающего скажем и мы определим живой или мертвый да это тоже определить хомо сапиенс это вид живой биологический да а мертвый это же не хомо сапиенс следующий вариант это человек социальный то есть естественно что когда мы найдем где-то хомо сапиенс в джунглях мы не назовем его человеком в том плане как он сам человек и поэтому говоря о социальности но опять же есть у него руки нет у него ног и плотант не плотант не определяет то что он социальный то есть мы социальность определим по критериям ну скажем если мы с вами будем общаться через интернет и вы не будете знать кто я жук я там инопланетный или какой-то разум слизистый или еще что-то вы мою социальность человеческую определите сто процентов коммуникативную социальность ну скажем так все-таки пошире немножко да и и третье то что человек это то что он есть сам для себя вот он все это осознает это я это с ней не не некий субъект и может лежать в коми человек он с нами не общается для нас он не человек в принципе он в принципе даже не хомо сапиенс но для себя он остается человеком если у него остается я который он что-то там себе собирает что-то строит ощущает что у него что-то отпало припало и все вот третий так вот ты о каком мы говорим человеке о хомо сапиенсе социальном или вот о том я который ощущает что она что-то собирает или разбирает я вот но можно пример хорошие электрон свободно электрон и атома сохраняется торжественно самолет до электроны вообще самость электрона так внешняя писатель внешняя писатель может ли человек у которого черный цвет кожи считаться человеком блин до сих пор люди задаются вопрос женщина это тоже подавляющее большинство до сих пор не могут никак ответить на этот вопрос а человек с хрусталиком а с металлическим пальцем а с накрашенными ногтями это же очень важная тема конечно да человек покрасил пальцы то он остается человеком но тут же не в этом дело тут дело в том что в человеческом теле заменяется часть ну а то найденное до абстракции пальцы не заменяются понимаете а то до предела как бы вот эта мысль это просто замена все целого тела человеческого когда он перестает быть уже хомо сапиенсом собственно вопрос допустим является ли бытие хомо сапиенсом непосредственным условием для того чтобы человек его почему а быть или белым мужчиной это другое очень биологическое основание чем оно другое бывшего если есть основа для его социальности для его сознания самосознание так далее но поскольку нам попросту нужно быть живыми чтобы взаимодействовать скажем об обществе Чтобы уметь говорить и так далее. Это основание. И вопрос состоит в том, что если мы убираем это основание, что происходит? Какими критериями мы уже пользуемся в таком случае для определения человека? Вы задаете вопрос о том, что такое собственно человек. Мне кажется, что в контексте данного обсуждения это как раз вопрос, который ставится и проблематизируется. То есть мы не должны его предрешать заведомо. Наоборот, мы с одной из сторон, а именно со стороны трансгуманизма, ставим на нем вопрос. Заметьте, что с незапамятных времен, с древних древних, в человеке различается душа и тело. И говорится часто о том, что душа бессмертна, а тело смертно. И что после смерти душа куда-то там уходит, а иногда его переселяется в новое тело. Разве это не та же проблема, которую вы обсуждаете? И вот, казалось бы, для древних никакой проблемы в том, что душа переселяется в новое какое-то тело. В христианстве это тело какое-то даже специфическое, оно сквозь стены может проходить. Христос, помните, пришел там к своим ученикам сквозь дверь закрытую и так далее. То есть для них в этом не было никакой проблемы. А почему же для нас это становится проблемой? Я отвечу на вопрос, потому что он мозг. Я поговорю, все-таки, мне кажется, в этом смысле это была, конечно, проблема. Иначе не было бы написано столько буддийских трактатов о том же, что же все-таки переносится по инкарнации, если нет никакой самости. Вот то, что было бы введено в Будгало, и вот это Будгало-буддизм, это как раз проблема. Она решалась на театрическом уровне, и в итоге это вышло на религиозную практику. Просто разные буддизмы, и следствие этого стали осуществовать. Что значит, тут нет проблемы? Нет, проблема есть. Вопрос стоит не так, что раз, переход из одного тела в другое, и все, отрицать. Нет, нет, нет. Как объяснить, как нам об этом думать, как нам об этом говорить, это проблема. Но то, что релинкарнация, это факт. Современный уже точно не было. Так я, Павел, не понял. Стоило добавить. Нет, конечно, речь идет о том, что это старая проблема. Но, как и любая философская проблема, будучи извечной и сформулированной в самых ранних опытах философской рефлексии, на каждом новом этапе она обрастает новыми техническими подробностями. Техническими и, как внутри самой философии, изобретаются новые методики. И внешние обстоятельства. В этом смысле, проблема, которая ушла на меты, на которой уже встала сожжение, это та же самая старая проблема, но она ушла ее, исходя из ньютонской механики, которая была новой. Точно так же и здесь эта проблема, опять же, старая, которая ставилась и по отношению к Путгале, и по отношению к оттенному телу, которое то ли есть, то ли нет, которое воскрешение воплоти, и вот это все. Это та же самая проблема, и тут вы абсолютно правы. Но чем дальше развивается философия, тем более она конкретизируется, отрастая техническими подробностями, и это является адекватной реакцией философского дискурса на изменение условий, в котором он существует. Вот и все. В этом смысле, это старая проблема с новыми проектами. Мне представляется, что как раз эта проблема, как она поставлена, из проблем определенного рода деградации, даже с временами года или места. По той простой причине, что опять говорю, что об этом там само пафосе. Ведь есть техническое отношение к миру, когда мы знаем, как это работает, знаем, почему электрон вращается или не вращается вокруг тебя, что-либо. А есть еще магический подход, когда мы живем в неком мире, и мы заучили некий порядок действий. Мы сделаем то-то, то-то, а свет в комнате включится, здесь в комнате выключится. Мы, например, можем не понимать, как это дело происходит. И трансгуманизм очень напоминает подобного рода камлания. То есть люди что-то такое обсуждают, бьют в бобины, в барабан, но при этом не понимают сущности процесса. Сущность им занимаются одни люди, а в барабан колодят другие. Так я поэтому, если Женя, я считал, что это уже недостаток. Во-первых, Женя уже сказала, что это недостаток, а во-вторых, то, что он говорил про освободительные проекты. Вот именно тот самый пафос, которым оперировали просветители, не будучи, естественно, сами физиками, например. Или, например, историками профессиональными, за исключением Вольтера. Вот тот самый пафос сделал возможным те социальные изменения, погасил кастра инквизиции, ну вот все эти шутки. Именно он сделал это возможным, а вовсе не этот технический прогресс, который является условием этого пафоса. Но сам пафос является действующей причиной эффектов. Здесь эти невежественные люди и трансгуманисты, абсолютно невежественные, тут вы правы. Но они, хотя тут тоже нужно проверить, насколько это так, не являются ли они теми же просветителями сейчас, которые произведут вот те самые инвестирующие проекты? Я думаю, что они не являются, потому что в Ольтере просвещение, у них был пафос научного мераощущения. То есть мира знает, как это сделано, почему электрон, планета, точнее, земля вращается, а здесь прямо противоположная тенденция. Заколдовывание мира. Мы превращаем мир в некое такое чудо-юдо, вместо природы у нас не техносфера. Ну типа Долкинса. Вот это вот. Вот, это такая штука. То есть получается, что подобного рода вещи, я за этим за интересом наблюдаю, они как раз напоминают заколдовывание, в отличие от заколдовывания мира, Вольтером, Гидро, Руссоем, просто чьими просветителями. А это у них прямо противоположная тенденция. Я бы здесь ответил конкретно, что то место человека, которое предполагал проект рассвещения, как того расколдовывателя, который производит вот эти действия познания, владевания, экспансии, значит, установление новых горизонтов, изменение социального порядка, оно все исходило из того, что тот проект науки, духом которого они были проникнуты и который они провозглашали, они разворачивались вовне. То есть они не были в этом проекте чувствительны к той перспективе, когда проект на них замкнется. И вот в этом плане, вот в текущей перспективе, ну условно говоря, таких больших дискурсах, не метанарративах, но просто таких больших, я просто не вижу какого-то попытки сформулировать хоть что-то. Транскуманизм просто такое пестрое локальное сборище, куда собираются люди, которые так или иначе приходят к важности этой проблематизации, что когда технология достигла достаточно, ну не то чтобы там исключительной степени развития, но вот именно той, которая позволяет перестраивать субъекта как телесного и вот этот вопрос про душу в ее сгущении в мозге, коль скоро научный проект посвящения сам к этому привел, он как бы на этом настаивал, что мы имеем вот того деятеля, который теперь нам предстал в своей конкретности, и он может стать чем-то еще. И вот вопрос, чем еще он может быть сделан, он ниоткуда больше не задается. Я просто не вижу ни одной попытки представить тот спектр изменений, который будет с этим связан. И трансгуманизм, он скорее здесь симптом, он фактор внимания к тем изменениям, которые еще произойдут. Именно поэтому он просто показателен, что ли. То есть не надо всерьез принимать эти проекты, но нужно быть... То есть просто кроме них я слышу только такой огульный техно-скепсис, что вот интернет, да вообще там ничего с одного бы не забрянет. Я не вижу никакого внимания. Смотрите, то есть получается у нас как бы просто некая откровенная дремучесть, что ничего не нужно, все обратно, корове и прочему-прочему. И нужнику на улице, и все это, и интернет это зло. И вторая ситуация, когда вместо технодеятельности есть техномагия. А ничего среднего нет в социальном поле. То есть либо какие-то совершенно ужасающие элудиты, борющиеся со всем подряд, либо техномагия, типа трансгуманистов. Нет, но здесь есть еще одна проблема, которая почему-то как бы не затрагивается. И сейчас на самом деле это идет как бы новая сексуальная революция, если так можно сказать, антропологическая революция, когда человек отказывается от нормы не только в смысле того, что есть какие-то правила там, да, нравственные, а от нормы в том, что какой должен быть человек. Что возникает уже, допустим, отказывается от простого деления человечества на мужчин и женщин, а уже когда разделяются на какие-то гендеры, да, и непонятно какое их число. И оно число постоянно возрастает. То есть человек может самоопределиться, казалось бы, в таких вещах, в которых раньше это наша судьба была, да, ты родился мужчиной, и твоя судьба уже будет мужчиной. Теперь получается, что вроде и до этого руки дошли, и здесь можно себя перестроить, стать каким-то там особым гендером, там, транссексуалом, там, еще что-то такое. То есть отсутствие нормы как такового. Да, в принципе, это же проблема тоже. А проблема связана с техничностью, что гормональная терапия, которая стала возможной, она вообще поставила этот вопрос, потому что раньше, ну, думаешь ты там о себе и думает тебя в сумасшедший дом. Но когда есть технология, которая может реализовать вот эти способы желания быть чем-то еще, а она возникает-то неспроста. То есть то, что некоторые биологи доказали возможность поменять полу взрослого при изменении гормонального фона, то, что это стало применяться на людях, это тоже не событие одного момента. С этим были связаны коллективные движения и интересы. Но почему эти интересы сформировались? Вот здесь, мне кажется, более интересный вопрос о переходе от индустриальных структур, организации людей, тюрьма, школа, фабрика, производство, к тем ситуациям, в которых мы находимся сейчас. То есть вообще, ну, постиндустриальность, понятая в скромном смысле, не то, что вот нас та тофлеровская информационная деревня нас ждет, но просто, что вот жизнь в мегаполисах, вообще структура вот этих мобильностей отдельных людей изменилась. То, как они перемещаются, как они взаимодействуют, как они могут путешествовать по земному шару. Вот некоторая ситуация нашего проживания сейчас, вот она как раз всецело подталкивает к тому, что такая роль, как как бы роль в семье, роль в собственном поле, роль в социальных играх, что они оказываются более гибкими. Это же не значит, что вот транссексуалы там на улицу тысячи не уходят, они очень малы и маргинальны. Давайте вернемся к теме, конечно. Это тоже же, а она специфична. Касательно вашего замечания по поводу нормы, это же не было организовано таким образом, что изначально была некоторая норма, которая потом приписывала людям, которые от нее отходили, оставаться в рамках. Это как раз было так, что было то, что Фуко по-ненормальному описывает как монстров, и вот эти монстры, они не описывали в социальные порядки, и была изобретена норма как способ держать их в узде. То есть тут обратный порядок, и то, что сейчас норма уходит и начинает работать, видимо, как-то по-другому, это нормальный процесс. Давайте вернемся к этому. В таком случае, когда вы предложили три варианта определения человека, я сейчас их попробую... Не объяснение, то есть три взгляды. Я попытаюсь объяснить, что то, что представляет для меня такой фокус внимания, оно находится между вторым и третьим, и это даже некоторое их объединение. То есть с одной стороны, да, это опыт ощущения себя человеком, как он собирается вот в том внутреннем, которое вот только мне доступно, и вот это вот именно так определяется. Но с другой стороны, это неизбежно связывается с определением себя, как человеком с другими, которые испытывают твое самоопределение на прочность. То есть я говорю, ну я киборг, но нет, я человек. Нет, понятно, как раз это я хотел спросить. То есть у нас есть два варианта ответить на вопрос, человек или не человек, да? Два. Для себя, для себя, вот я для себя решил, я человек, я транслирую всем. И теперь вы должны решить, а человек ли я для вас? То есть это может просто написано на экране компьютера, я человек, вы поверите, что это? Нет или нет? То есть есть две разных совершенно проблемы, абсолютно. То есть кто-то для себя, лежа в коме, или собирая себя, выходя из после инсульта, либо уже весь, измененный полностью все тело, он решает для себя, что я человек, да? Вот. И транслирует это. И вторая проблема, должны ли мы его принять как человека или нет? А вот здесь вопрос, закрой глаза и реши. Мы можем закрытыми глазами решить, человек передо мной или нет? Зачем мне видеть тело Хома Сапиенса, если я по общению, по эмоциям, данным, даже в письменном виде, просто в письменном виде, я вижу, что это человек, я определяю, какой он человек, общаясь. Не видел никогда в жизни десятки, сотни людей, с которыми сейчас я общаюсь по интернету, да? Но я понимаю, что это люди, и они даже не зачем говорить, что это не... Это может быть ангелы. Может быть. Нет, дело в том, что все равно я их фиксирую. То есть, скажем так, это... Я же что-то забью. Все правильно. Вопрос-то не в том, что кем они есть на самом деле. Они для меня люди, потому что я не могу отключить ангел. А человек, у меня был такой опыт, я поставил бы вопрос, это ангел человек. Но поскольку я ограничен своим опытом именно иметь дело в письменном общении с человеком, что я считаю, что это человек. Это хорошая практическая. Вот здесь только можно разделить следующий аспект, что я бы здесь даже привел очень короткий пример для Норга Оралик, когда она работала для изготовления одежды людей-инвалидов. И для этого она попыталась практически сформулировать интуитивные диспозиции, которые мы испытываем в отношении тела другого. Когда человек-калека, ты не знаешь, как себя с ним вести, потому что он чего-то не может сделать, а ты телесно к этому привык. Ты не знаешь, как надо говорить какие-то конструкции фраз, типа там, не знаю, подвинься, так, чтобы это не унизило ту часть его дефекта, которая ему присуща. Когда ты в разговоре допускаешь неловкие паузы, и он догадывается, что ты сделал это из-за его инвалидности, скорее всего, и ты, и тебе стыдно из-за этого, и ему из-за этого стыдно. И вот у него получился очень интересный такой список, который проскальзывает, как некоторые такие несмазанные шестеренки, при телесном общении, ну вообще, живом общении с этими людьми. Переписываться, безусловно, это вообще не вызовет вопрос, люди они или нет. Я здесь, скажем так, если речь идет о некоторых, идеальной информационной среде, ну вот опять же, образ матрицы, или другой системы, к которой можно подключиться достаточно плотно, и взаимодействовать такими потоками данных, то да, этот вопрос там не стоит, потому что там вопрос только о коммуникатах, как они представлены. Более того, можно запрещать десятки новых аватаров, которых даже не было, потому что люди в сети и делают. Это здорово, в общем-то. Но я как бы обращаю внимание на вот ту нередуцируемую телесность, которая предположительно останется. И вот взаимодействие этих телесностей ставит вопросы, просто потому что они не списываются со счетов. И вот эти вопросы телесности, они будут испытывать более острое сопротивление, чем на уровне текста. Это не проблема, которую вы подняли, а что такое человек, а это проблема именно общения различных в телесностно-логическом воплощении. Да, и тут как раз вопрос про о том, как они должны общаться. Примерно. Вопрос об опыте стоит именно по той причине, что тот человек, чье тело осталось привычным нам телом, с пальцами, с сенсорными чувствами, он не знает того опыта, он разрывается на самом этом уровне. То есть вот ты, некоторая, допустим, женщина-киборг-секретарь, у которой 10 рук искусственных, которая переставляет при этом папки, вот что ты должна ощущать, я тебя телесно воспринимаю как нечто, что я сам не могу представить о себе. Если как бы в грубой форме, то есть мой образ другого не срабатывает, он дает осечку. Как выглядит эта осечка? То есть вот какова структура опыта, что так происходит? Вот это как раз вызывает меня попытку попытаться к нему подступиться. Но это, на мой взгляд, все-таки это больше проблема в психологии, чем в философии. В той границе, в которой она антропологическая, так и философская антропологическая. Да, она на границе. Да, пожалуй. Вот в плане того, что я сказал Женя, и к вашему вот этому разделению по поводу двух вопросов для себя, для человека и кем-то. Мне кажется, что это один вопрос просто, ну и два, две аспекта одного вопроса. И тут вот то, что Женя приводил в статуе Сартер, там же в основном тексте есть пример с дверью. И как раз, ну, пример с дверью, когда я подглядываю, и сам для себя я нормально. И потом я вижу соседку, которая идет по коридору, и я понимаю, что она обо мне думает, что я подглядываю, значит, я плохой человек. И ее определение начинает достраивать мои самоописания. И в этом смысле это один вопрос. То, как идентифицирую я себя по отношению к человечному или человеческому, вообще во многом зависит от того самого признания. Просто это не обязательно должно быть некое вульгарное признание, то есть такое нумерологическое, что тебя признали. И это не только по отношению к человечному, а по отношению к рабственности. Понятно. В данном случае это больше проблема генезиса человеческого, а не моментального восприятия. То есть мы говорим, когда ставим проблему «я», мы говорим, вот я сейчас, вот здесь, не как я стал «я», и как я сотворил себя из коммуникации, как коммуникация сотворила меня, а признание «я признаю себя человеком». И это совсем не то, что значит, что другой признает меня человека. Но тут же дело в том, что невозможно отрывать одного от другого. Это же старое, что Женя сказал про признание, у меня давно до слова с языка. Тут же старая, как бы еще гигелевская тема признания. То есть, что, ну, мне кажется, одно как бы невозможно без другого. То есть невозможно представить, как ты будешь признавать себя человеком, без воздушного прозраста. Не без того, чтобы это оставить проблему генезиси. То есть как это получается? Это проблема функционирования вообще, в принципе, признания. То есть оно всегда, как бы... Потому что «я», как некоторая точка, является, может являться, ну, просто иллюзией. Потому что она всегда является конститутивной. То есть и конституитивность ее определяется по отношению к другому. Можно ссылаться здесь на Сарт. Нет, все правильно, я полностью с вами согласен. Здесь проблема ставится так, что если... То есть, допустим, мы решили вот эту проблему относительно людей, с «я» для себя и «я» для других, мы решили ее. А теперь ставим, изменится ли эта проблема, если мы что-то будем делать с телом. Вот так проблема ставится. Изменится ли она? Появится что-нибудь новое в решении этой проблемы «я», если вдруг у меня будет там что-то другое, другие части тела, или я вообще не буду осознавать своего тела. Вот, допустим, я потерял тело свое, и вот я существую только как «я», ну, момент какой-то, и появится ли новая проблема. Или нет? Нет, вы не сказали, что проблема признания возникает. Признаем ли мы за вами человека? Нет. Ну, я имею в виду, что мы, допустим, решили эту проблему относительно нормальных людей, и теперь переносим ее в будущее, и спрашиваем, философски она изменится или нет. Да, я считаю, что она изменится сильно. Просто я не думаю, что эту проблему нужно ставить вот в таком сферическом вакууме, типа признание себя человеком или нечеловеком. Здесь-то можно вопрос повернуть так, что главным его ребром окажется признание себя тем или иным человеком. То есть хорошим или плохим, нравственным или безразовным, красивым, некрасивым. Ну, опять же, не проблема будущего. Проблема текущая. Сейчас я покажу. И в данном случае то разделение, которое вы проводите, оно не проходит. Поскольку я не могу, оставаясь в рамках себя, для себя самого, решить, скажем, что я человек хороший, и на этом успокоиться. Поскольку в таком случае у меня не будет никаких оснований для такого суждения. Это попросту будет не знание о самом себе. Это будет лишь мое собственное мнение, чисто субъективное. И вот на этом я остановиться попросту не смогу. Мне нужно подтверждение своего мнения. А это подтверждение я смогу получить только от другого человека. И в таком случае, если мы обращаем вот в будущее, в трансгуманизм и так далее, все вот эти вот вопросы, а-ля насколько я красив или не красив, насколько я вообще вписываюсь в общество или не вписываюсь. То есть, когда у тебя уши вот такие вот фиолетовые, от них больше, чем такое возникает. Нет никакой разницы. Это же нет никакой разницы. Уши в полтора раза больше новому, или они на метр больше фиолетового. Нет, это никакой разницы. Понятие красоты, оно по своему смыслу, оно нечто репрессивное. Оно наше репрессивное, конечно. Сейчас считается все худышки красивой. Да, да. Может быть, это неправильное понятие красотское решение. Это серьезная проблема, она может быть только гипертрофирована в будущем, а может, наоборот, схлопнется, поскольку мы увидим, что все разные. Вообще перестанет. Да нет, она тоже так же будет, только она будет так же репрессивна, как и сейчас. Она сейчас же жесткая. Делаю специфики. Осудопластические, всякие эти штуки. Я не говорю о том, что сейчас ее не существует, просто разве вы не находитесь, что новые моменты появятся. Разница между... Но не в каждой гробинкой. С легкой гробинкой и носом длиной в 3 метра нет никакой. Носом длиной в 3 метра это никакой ответственность. А с носом в 3 метра у вас не существует в метро, понимаете? А что вы делаете? Вам бороться за свои права или не бороться за свои права? Это не то. Если говорить о таких тонких технологиях, которые смогут влиять на наш нос, то уж извините меня, проблема внешнего вида от память сама собой. Все будут исключительно красивые и генетические для них не будут. А как и было репрессивное понятие красоты, так и будет. Точно так же будет репрессивно. А хоть скоро так, как раз эти социальные группы производят себе эстетическое, а остальным будет менять себя. Репрессивный характер красоты как таковой, от маленькой гробинки и 3 метра, он не велик, но все равно останется репрессивным. Я не говорю, что эта проблема возникнет. Просто здесь есть другая своеобразная вещь. Насколько прекрасный человек может быть человеком, в отличие от человека обычного. Проблема-то как раз нас соединит в том, насколько урод с двенадцатью конечностями может быть человеком. А проблема может быть насколько абсолютно совершенно красивый человек, с абсолютно правильными чертами лица и с абсолютно железобетонным здоровьем может являться человеком. В этом смысле это одна и та же проблема, потому что именно такого человека, абсолютно красивого, здорового, умного, пытается создать или воспевать его. Идеально. И второй момент по поводу гегельского самоопределения, что нам нужно другое для того, чтобы быть самим собой. Значит, смотрите, но ведь эта же проблема давно уже стоит у любителей домашних животных. Не у трансгуманистов, а у любителей домашних животных. Потому что для одного домашних животных, которому относятся как к члену своей семьи, со всеми остальными вещами, это крыса. А у другого человека черепашка большая какая-нибудь, слоновая. И второй человек, он этих самых крыс разводит для того, чтобы свои черепашки любимые скормить. То есть для одного человека черепаха является субъектом, для другого человека субъектом является крыса. И по сравнению с крысой, черепашкой, какие уже трехметровые носы то. То есть для любителей домашних животных это ситуация субъектности, гегельская ситуация определения себя. Речь идет о ценностях в некоторых формах распределенного тела, которые продолжают себя в этих черепашках, в этих крысах. То есть речь идет о взаимодействии непонечности. Если черепашка враги убила человека случайно каким-то упал... Я бы здесь все выделил просто... Ее никто в тюрьму сажать не будет, ее максимум затопчет. Это будет просто перерос... То есть черепашка... Аналогия, не в прямую. Аналогия, не в прямую. Насколько человек по-разному может воспринимать? Да воспринимать, он может лучше. Но черепашка-то все равно как ее. Черепашка не признает как члена общества. Человек, который живет с черепахой, он признает черепаху как члена общества. Человек, который признает своей вязь, он признает членом семьи. И собачкой кошкой. Это верно. Это можно. Это продолжение человека. Это продолжение, это верно. И здесь я бы сказал просто о некотором сильном градиенте, для которого нечто сходится. То есть когда люди, допустим, воюют друг с другом за различные понимания Родины или за того, кто из их членов семьи является для кого-то убийцей, для кого-то благодетелем. Это все распределенные формы тел, ценностей, переживания. Но здесь речь о том, что когда мы говорим о телесности, которая, как бы сказать, обрамляет вот субъект, наполняет его мясом, такой embodied mind, тогда это градиент. То есть это просто градиент, который здесь максимально сгущается. То есть черепашка, она все-таки дистанцирована, она не продолжение моей руки, она не способ восприятия мира в той ясности, в которой это нос удлиненный в сто раз. Или инфракрасное и ультрафиолетовое зрение, которое может расширить мой спектр. Но если я, допустим, работаю в таких видах промышленности, где это дает мне преимущественное сравнение с другими рабочими, то это одновременно и социально-политическая проблема. И признание меня ими как человеком, или гастарбайтером, или проклятым киборгом. То есть эти вопросы можно решать здесь иначе и учитывая черепашек. Но они просто очень сильно концентрированы. И вот эта концентрированность требует, чтобы мы ее распутали. То есть чтобы мы перезавязали узел заново, чтобы это сделали уже мы, а не вот все. То есть все-таки вы признаете, что никакой новизны нету, а есть просто эффект степени? Можно по поводу... Эффект степени означает, что новизна не возникает. Она очень сильно возникла. Когда водорода очень много, начинается термоэдерный синтез внутри звезды. Двезда является новым образованием по отношению к облако-водороду. Потому что градиент возрос слишком сильно. То есть, мне кажется, здесь аналогия уже такого рода. А можно вот вопрос по поводу аналогии с черепашкой? То есть как это связано с признанием, собственно, как человека? Потому что признание человеком – это общественное признание. А когда я, как индивидуум, думаю, что моя черепашка – это член моей семьи, общество так не думает. И как бы оно не становится членом общества. Гегель, например, в философии права говорит, что я и страдаю тогда, когда мой сын или ребенок испытывает боль. В этом смысле мой ребенок является моим неорганическим телом. Точно так же я нахожусь здесь в собственной семье, так называемой, черепашка или крыса, для кого крыса, является моим неорганическим телом. И поэтому ситуация неорганического тела, она задает то же самое, конституирует ту же самую ситуацию, которую, то ли неудачно, я, шаманский бобель, пытается расходить трансгуманизм. А, вы это в связи с органическим телом скажете? Я просто думаю, что в связи с признанием, я поэтому думаю… То есть как это… Пример возник из-за того, что мы по-разному можем привыкать разных людей и привыкать к разному. Пример возник, и вот мы к животным тоже по-разному можем. И оттого будет ушиваться и совершенство другого возле несовершенства. Там у одного крысы, у другого черепах. Это просто разное… Мне сказка интересно, потому что красота – это тоже внешнее некое репрессивное понятие. Но здесь стоит просто вопрос об всех, по сути, ценностных характеристиках человека. Не только красотеисти. Ну, безусловно, да. Все ценностные характеристики они репрессивны по своей сути, конечно. Ну, норма. Лучше говорить про норму. Любая норма, поскольку она абстрактна, она репрессивна. Потому что они конкретны и под нормой они… Норма, да, но ценность кажется мне наоборот некоторым двигателем, который приводит в движение множество пластов того, что человек проживает, как некоторые собственные состояния, события, действия, и ради того, что он считает ценным, он готов действовать. И в этом плане оно его не репрессирует. Ну, вот моей руке больно, я хочу облепить ее пластырем. И то, что ей больно не репрессирует меня, она бы репрессировала меня, если бы я был вот совершенно абсолютным бесплотным духом, и это проклятое тело, как я устал. Но вроде как-то мы считаем, что это не хотело. Я хочу подчеркнуть одну мысль, которую я уже говорил, что это сверхсовременные технологии, сверхсложные, сверхсовершенные. Мы о них говорим. То есть мы не говорим о том, что мы видим в фантастических фильмах, когда здесь заплата, здесь приделана вот такая штука, здесь тоже. Мы говорим о будущем. И понятно, что все эти штуки будут изначально планироваться и делать так, чтобы не изменилось ничего в человеке. Нельзя. То есть если уж мы запустили робота в кровь, то мы как-нибудь сделаем так, чтобы у него от этого уха не отросло. Есть очень важный момент. О чем мы говорим? О будущем или о человеке? Вот когда вы закончите говорить о человеке, я бы мог пару слов сказать о будущем. Ну, это отдельно. Потому что в моем видении будущего вот эта проблема, она не существенна. Ну и в моем тоже эта проблема не существенна. То есть я говорю, говоря об этой проблеме, то есть поэтому вопрос именно внешнего вида и отношений, я думаю, что отпадет сам собой, потому что само общество сделает так, чтобы этой проблемы не было. И мы сейчас, вот вся наша технология, которую мы сейчас имеем, делается так, чтобы у нас не возникал конфликт на уровне технологий. У нас не возникает конфликт. Она подделывается под нас настолько же, скажем так, либо мы к ней привыкаем, либо она к нам, но проблемы, она есть отдельная, а есть проблема, скажем, действительно, которую вы ставили в своих примерах, это как сам человек будет воспринимать что-то дополнительное. Вот это другая проблема, не как его будут воспринимать, измененного, а как он будет воспринимать своего помощника, секретаря, который будет говорить ему в ухо. Вот это проблема действительно, но не в ухо, он будет там внутри у него. И связь, скажем, с другим человеком не через письмо и... Но на уровне мироздания это такая проблема. Конечно, маленькая проблема, абсолютно маленькая проблема. Это все люди, которые ты решаешь. Мы же люди, как бы. То есть... Хорошо, я... А можно по поводу того, что вот вы сказали в самом начале, когда Женя определил проект себя, вы сказали, что это не может служить определением человека, потому что... Я сказал, что он может. Ну, что тогда это будет и собака, которая гипотетически, если свободна, то тоже будет... Нет, это и есть понятие, что у человека есть некого рода свобода. Если какое-то существо, неважно, как он выглядит, проявляет свободу, и это ясно, да, как бы, из опыта с ним, значит, он человек. Это и есть хорошее определение, но просто в свете этого определения проблемы нет, которые поставлены. Потому что если я вижу, неважно что там, да, вот на экране, монитор, как что-то такое, на том конце что-то мне сообщает, и я понимаю, что коммуницирую с ним свободно, значит, тот человек. По определению того, что человек есть правильный. Нет, нет, ну это же определение влечет за собой целую теорию, здесь она просто свертывает ее в одно. Представляется, что и сартровский человек — это не человек, который сидит в камере и сам себя выделяет. А речь идет, конечно, о социальных взаимодействиях. В этом смысле это открытый проект, но с учетом того примера... Сейчас же все фильмы постоянно ставят проблемы, там какие-то роботы ходят, какие-то аппараты и прочее, да, и они как бы проявляют полностью себя как люди, и как к ним относятся, то ли они люди, то ли они не люди. Так это же только... И они даже это собой жертвуют, помните, там, в чужом, там, робот, там, пожертвовал собой, ну, как бы, да, спасать человека. Как он это сделал? То ли он это сделал потому, что у него программа такая, то ли он потому, что правил, то ли у него свободную волю, определил к этому свою свободную волю. Так это же, получается, только такие воображаемые ситуации. То есть, если мы будем говорить о том, что... Ну, мне кажется, неправомерно говорить о том, что если вот у нас есть это определение человека, значит, ну, так скажем, оно не совсем работает. Потому что, если мы встретим что-то, что робота, который мы можем идентифицировать как свободным, значит, он будет человеком. Мне кажется, что вот сами вот эти представления о роботах... Во-первых, непонятно, есть аргументы убедительные против, что невозможно создать, как бы, искусственный интеллект как в плане человеческого, чтобы у него была и свободная воля, и самосознание. То есть, мне кажется, что это определение вполне, ну, корректно. И мы пока с этим, то есть, не встретимся, мы не можем, как бы, его фальсифицировать. И... А вот все вот эти попытки сказать то, что оно нечеткое из-за того, что вот могут быть воображаемые такие ситуации, это... Мне кажется... Нет, тут может какая-то проблема возникнет, да, какой-нибудь робот, да, он, допустим, не считается с нашими нормами, да, он не вписан в нашу социальность, да, и он ведет по... Его поведение, допустим, нам непонятно. Это одна проблема, да, но если он имеет свободную волю, то по определению того, что такое свободная воля, мы можем с ним договориться. И в итоге, как бы, в процессе какой-то коммуникации установить именно то самое человеческое отношение, да, которое мы, вот, наблюдаем в нашей цивилизации. Нет. Или убить просто. Нет, можно, но какой, как бы... Конечно, да. Нет, можно, какой... Нормально человеческое... Ну, давайте, ну, как раз, в заключение выслушаем эту версию о будущем. Да, давайте. Тогда на этом можно. Да, давайте. Ну, да, о будущем. Вот, я в этой компании уже анонсировал свой будущий доклад, который я еще, кстати... Вот, не озвучим, поскольку весьма тезисно. Мне кажется, что вот этот взгляд, он проливает определенный свет и вот на ту проблему, которую вы пытались нам доложить. Ну, так вот, основной мой тезис озвучит так. Избранничество природе и бытие. Ну, это взгляд, скажем, естественно, на научника, на мироздание. Вот, если мы там будем разбирать, как это все строится, вот эти все иерархии, там микромир, да, отдельно, причем там не одна, а, скажем, минимум две области иерархии. Но вот где-то во второй области мы выделяем избранный элемент, электрон. Заметьте, что все на ашу бытие пронизывает витричество. Везде вот все бегает внутри нации и светит. До сих пор. А прошло, между прочим, сколько? 13 миллиардов. Очень много, да. Потом мы переходим в новую стадию абсолютно. Заметим, благодаря электрону, его основные свойства. Появились атомы, но вот, в последствии, вторая половинка – это молекулы. Да? И появился новый избранный элемент. Углерод. Углерод. Который построил что? Органик. На основе атома углерода. Революционный скачет. Необъяснимый нами сегодня абсолютно, да? Да. Абсолютно. Почему вы качаете головой? Абсолютно необъяснимый. Но есть некие версии… А? Ну, химия не стоит на месте. Я знаю, конечно. И эволюционная химия, она, в принципе, подбирается к основанию жизни. Да, да. А вот, со временна коленика опарина, она подбирается, подбирается, подбирается. Ну, пока нет. И мы знаем, что нет пока решения. Там эволюцию на микробах модулируют уже 20 лет с той же самой эффективностью и успехом. Это, конечно, все есть. Можно ли сказать, что мы абсолютно в таком случае не знаем? У нас есть мнение, конечно. Да, но мы не можем сказать… Ну, только… Ну, поскольку. Ну, поскольку с этого, что мы с… Простите, не простите. Ну, простите, да. Простите. Простите, да. Организм, скажем так. Вот новое… Революционно лезем, так. избран организм это безусловно 10 человек вот и так далее а человек что параллел социальность вот именно ту социальность нашим человеческом плане о чем уже с к зная мы можем догадываться как как это будет развиваться что я хочу сказать почему вот рассуждая о будущем о развитии нашей вселенной мироздания или о потенции нашего бытия да мы акцентируемся на человеке вот понятие сверхчеловек это некая метафора со сверхчеловеком это с человеком это связано может быть весьма условно но вот как вот электроны на нас бегают они никуда не делись точно также поскольку по факту можем можем утверждать что человек избран люди никуда не делятся абсолютно согласен как биолог что эти сказки про роботов все сказки хотя роботы безусловно будут весьма эффективно и неважно насколько там человек будет железным или просмассовым там да но с точки зрения биотехнолога гораздо эффективнее сделать хорошего человека зачем мне же железо если уже все отработано а то что не отработано мы там немножко поправим новым молекулу синтезируем может быть заменим поэтому проблема тела она останется всегда и человек как конечно это будет не просто некая мысль а будет тело ну если мы рассуждаем по аналогии там от электронов человек уже есть он останется вопрос в том что будет дальше следующий этап развития мироздания совершенно не не обязательно себя на человека вот чем страх и ужас когда ты осознаешь нет понимаешь человек будет уже под колпаком можно по вашим построениям это уже и так нет 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 более точно появится избранная социальность значит то что александр называл избранным я для себя называю стволовым элементом эволюционного уровня стволовой элемент на каждом уровне эволюционный мы можем выделить у нас с александром не совпадает но электрон и дальше с ними ничего не происходит переходя на следующий этап на следующий этап эволюционный следующий уровень монтологический то есть потом не меняется электрон не меняется но на основе их взаимодействия появляется новая структура атомарная появляется углерод-допустит новый стволовой элемент некоторого уровня на следующий углерод переход он не является строительным материалом следующего уровня биологического клетки построены то есть он не имеется следующим этапом своем элемент является клетка то есть все что происходит в революции в биологии клетка не изменил самого первого четырех с половиной или миллиарда лет назад лучше похоже там если она не меняется клетка не поменялась и не стала не стала чем-то другим сверх клеткой на следующем этапе то есть каждый элемент предыдущего не становится сверх элемента на следующий на современном этапе стволовым элементом является биологический человек homo sapiens он практически не поменялся за всю историю вот и сказать что будущее следующее будущее наше связано с каким-то модификация супер сверхчеловеком также бессмысленно что сказать что это супер сверхуглерод суперсверх клетка то есть человек и как электрон с протоном как углерод как клетка остаются на своем же уровне для них выше уровня не существует как для клетки организма не существует так вот для человека будущего быть не сведения мы вам продолжать так существовать в том же телесном воплощении как и клетка как углерод и все а что там будет происходить у меня это структура эволюционного уровня разработанная теория который стал он элемент о том есть различные другие элементы повторяются на каждом из этих антологических этапов которые можно выделить и четко сформулировать я бы здесь только уточнил что когда клетка она не изменяется как некоторая целостность которым назовем клеткой но в процессе формирования многоклеточных организмов они чуть-чуть модифицировались притираясь друг другу и поэтому люди составляют целостный организм могут измениться и телесно как раз вот эту часть коллективный разум как один из вариантов всегда эти изменения идут с деградацией специализации в любом случае отключения части генома какой функции мы смотрим свыше из точки зрения всегда специализация это некая деградация то есть специализация и у животных всегда деградация ласты вместо какой-то вместо ног то есть это всегда есть некая стволовая линия а все остальное от нее отпадает как уровень деградации у человека тоже то есть в любом случае с клеткой нет мы на новом этапе мы не получили супер клетку осталось мы не получим супер человека а то что у нас идет специализация это один из необходимых элементов то есть это специализация стволового элемента точно также у нас был стволовой элемент скажем углерод и он специализировался в различных органических соединениях и по-разному себя проявляет он остается тем самым так и клетка специализируясь в организме она остается клеткой стены самым геном но смеет так и человек специализируясь в социуме он отходит от некого идеального человека вот но самое что здесь важно что замечал что никогда следующий этап не связан супер-пупер вот этим элементом он с ним ничего не происходит дальше просто так элемент включается как электроны включились как атомы включились как клетки включились так мы включимся в этом в том же виде в каком есть почему не предполагаете что на человеке может закончиться эволюция как бы дальше никуда не поетесь в данном случае это диким портится нет можно было сказать а почему там не закончится на биологии вот как бы мы экстраполируем на свой страх и риск потому что уже и нет абсолютно во первых потому что нитши я прочитал очень очень поздно с вашей точки зрения и вообще познание нитши весьма такой поверхностный он просто не интересен но в этом смысле у него есть несколько метафор которые уложатся у него есть несколько метафор которые легко уложатся в то о чем вы говорите что такое сверхчеловек он говорит это то море тот океан в который должна влиться грязная река и нужно быть абсолютным океаном чтобы впитать в себя эту грязную реку и остаться океаном это есть в этом смысле карта на чем-то похож гартман это конечно это про на этаже интуиция на много меня на кредитах продолжают слоев что будет после человека на сверхчеловек там или там еще что-нибудь а такой вопрос вы говорите о том что вот этот высший уровень если он появляется он оказывается для нас принципиально недостижим в том смысле что мы о нем даже не будем знать точно так же как как бы химические вещества не знают а жизнь ну скажи они должны сформулировать что такое социум на биологическом языке да мы не можем сформулировать ну и даже если это супер-пупер какая-то собака медитируя или волк медитируя на косточке просветлилась и попала в будущее и что она могла рассказать своим соплеменникам вот что там происходит в социуме она могла сказать ну они шкуры меняют куда захотят ну вот перемещаются быстрее лани да вот биологический язык передать точно так же мы на своем человеческом языке не может даже помыслить а что там может быть если мы проводим такое есть то есть если мы как бы подразумеваем что нас ждет в ближайшее время такой же скачок который был между биология биологии органика и жизнью между жизнью и социум вот если вы что и на этой грани то тогда стоит предположить что вы вот еще когда это теория эпистемической беспомощности в том смысле что мы уже то есть это она могла уже произойти причем уже тысячи лет назад и мы не в этом смысле что в принципе есть возможности усмотрение наличия или отсутствие вот таких вот высших уровней в том отношении что скажем если мы рассматриваем уровень химический по отношению к исключительно физическому или биологический по отношению к исключительно химическому то мы наблюдаем наличие не только как бы новых вот этих вот объектов которые становятся корневыми но также и новых законов и характера взаимодействия и в этом отношении фиксируем или они с нижнего уровня что фиксируем или они с нижнего уровня вот об этом я и хотел бы сказать что на мой взгляд да а именно почему поскольку скажем биологические процессы протекая в рамках химических и физических законов тем не менее приводят к тому в том числе и в исключительно химическом неорганическом субстрате образование чего в рамках одних химических законов оказывается невозможно то есть но попросту в организме человека происходят такие каталитические скажем реакции которые невозможны в неживой природе поскольку начинают играть просто вот эти вот новые факторы во имя которых клетки себя специализируют да и в этом отношении оставаясь на уровне химии даже не зная существования жизни а оставаясь в рамках химических законов и обнаружив вот такие вот следствия которые невозможны в рамках одних только химических законов мы можем заключать мы может быть об этом говорили много и много лет назад но убеждены мы в этом в том что вы сказали вот вы стали совсем недавно правда более-менее более менее проблема очень хорошая очень правильно здесь есть значит два аспекта один аспект действительно является ли нечто необычным для кота наш холодильник с которого он получает пищу вот то есть он что что он себе думает при этом когда стучит по холодильнику лапой то есть различает ли он это социальный статус этого холодильника или он и банку вискоса да или нет поэтому вполне возможно что будут некоторые привилегированные люди которые будут присоединены доступ иметь доступ к этому холодильнику в будущем и будут понимать а в принципе есть такие как-то который нет секундочку я поправлю не люди привилегированы а вот если аналогию продолжать социум ну может быть да да а вопрос различимости различимости скажем нет это химических это второй вопрос как бы не совсем вопрос различимости это на мой взгляд выход из эпистемиологической беспомощности нет и можем ли мы различить химические акции проходящие в биологическом теле вот нет не биологически с нашей с нашего уровня можно но можем ли мы это сделать с химического здесь здесь стоит такой 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 вопрос что есть то что происходит то что есть организм это ну скажем как темборально гораздо шире чем отдельные химические реакции он фиксирует на неком массиве эти химические реакции на длительности допустим скажем так и а с точки зрения химической молекулы анализа это длительность невоспринимаем она за пределами ее феноменальной данности ну да да и поэтому на уровне каждого взаимодействия то есть точно так же как мы начнем анализировать взаимодействие электрона с протоном там будет те же самые взаимодействие электрон с протоном потому что на той на том отрезке времени на той темпоральности которая ему дана объектно она не фиксирует весь процесс и онтогенеза или там отдельного цикла жизненного цикла организма уж они не существуют также скажем хороший пример я привожу вот есть клетка в моем желудке а неё феноменально внешне даны соседние клетки она живет с ней но пищеварение для нее не дано участвует пищеварение номинально это нечто такое как для нас социум вот и поэтому смотря с какой с точки зрения смотри такой вопрос человек как будучи включенным в то что будет внешне ему и шире его темпоральным новой и некой будет вас способен ощутить это вполне возможно кто-то и сможет приподняться помедитировав и видит воскрепившийся но деятельности процессуально это не будет никак проявлено вот действительно там что то есть а мы живем точно так же прогресс качественные будут конечно все жесткость вот качественные изменения они нам учитывать что человек все же делает себя сам это очевидно да поэтому не все потеряно но как-то покой необычное будущее одна проблема с ним боялись то что человек человеком что-то случится какие-то другим станет а в итоге надо думать не об этом что человек может кончено что что на базе человека общество это что в таком случае хорошо допуская этот вариант он достаточно интересен я бы сказал что проблема которая поставила в его ракурсе становится как вот так деградация специфического типа которая позволит телесно немного видоизменить людей чтобы они лучше могли стать частями чего-то проблема никуда не пропадает да да просто вот как ракурс я на самом деле у меня есть некоторый ракурс тоже как бы вот как у ракурс масштабов с которыми я рассматриваю буквально вот чуть-чуть и скажу то что мне кажется очень интересным чтобы соотнести я правда исходил не из мыслей о некоторых базовых элементах которые не изменяются то есть она немного в другом ракурсе я рассматривал системы коммуникации которые состоят из объектов различного вида которые являются чем-то иным при смене этих систем и вытеснений их другими то есть когда мы говорим о том что молекулярно в живой природе начали образовываться такие устойчивые там клеточные органеллы которые смогли сформировать клетку чтобы она смогла существовать как целостность а способ информации через вот эту обмен генов через рнк ну как бы горизонтальный перенос прочие формы он позволил организовать этой материи которая распространилась в первичном бульоне как бы заполнил океан и просто ей не осталось никаких других как бы контр форм организации этой материи она стала дальнейшей как форма коммуникации между молекулами когда мы говорим о многоклеточных но в общем то они заняли то пространство которое не было занято молекулами а когда они они изобрели другие формы через сигналы через запахи через распознавание внешних сигналов через визуальность а когда мы говорим об дальнейшей эволюции уже через человеческие сообщества вот тут интересен пример когда они начали изобретать например письменность то есть даже про речевые коммуникации я умолчу тоже достаточно сложный феномен но те сообщества которые изобрели письменность другие сообщества либо принимали письменность как вообще способ практики сохранения информации либо оставались на периферии они станут с маргиналами потерянными в лесах амазонки они продолжают существовать но сейчас почти все сообщества которые существуют они ее приняли и а сейчас то что мы имеем вот сегодняшний день это информационные сети такого быстрого обмена данными между элементами коммуникатами которые либо распространяются в каждой новой стороне то есть google готов просто свои шары посылать в африку и индию только чтобы эти сети были протянуты потому что те коммуникаты которые обмениваются быстрее выживают как эволюционное сообщество они становятся некоторым доминирующим типом именно но сам каждый элемент как бы человек сравнение как бы информационный при технологическом уровне сравнение с пишущим а молекула в сравнении с многоклеточным организмом а быть субъектом этой коммуникации должно означать нечто принципиально различное и в этом смысле вот в той перспективе которая прочертил мне как раз кажется вот так вы обратили внимание на всемирный разум который хорос не развернул да потому что как раз это способ коммуникации субъектов соединенных напрямую и для этого некоторая либо телесная либо какая-то психоактивная модификация будет существенно потому что если подобный способ объединения субъектов сообщение может быть достигнут то он будет более выгоден чем другие существующие он либо вытеснит их на периферию и сам заполнится но быть членом вот такой вот коммуникации напрямую означает вообще существовать как часть субъекта совершенно другого типа и в этом плане как раз это та перспектива которую нам сложно представить но там мне кажется эти рассуждения правильные я просто хочу сказать что конечно всемирно и никакой всемирный разум существовать потому что это то как мы сейчас представим ваше послушать у вас есть направленность эволюции нет я имею ввиду а другую нашу эту новую жизнь биологии видео и новая химия поэтому кilled 앱 да и новый раз никогда не то что ну сейчас есть такой разум а там будет другом это нечто другое это как и жизнь это свойство биологического организма разом это свойство человека химизм взаимодействия химическим свойство фильмич смысле что такое разум паразлума тайре города порядок здесь есть непр��� altri порядка и мы можем этот порядок понять, это означает специфический. Нет, но всемирный разум, я не умею, в смысле... По большой мозг, это не то. Солярис. Ну, конечно, нет. Да, правильно, слипый. Солярис может быть хорошим примером, потому что мы его не понимаем. То есть мы как раз не способны понять солярис, то есть мы вообще от него далеко не понимаем. Но дело в том, что логически он невозможен. А, ну так-то да. Он возможен, когда их много. Ну да. Логически именно как локальный, он невозможен. Он локализованный где-то и воспринимаемый нами извне. То есть у него же поставить... То есть солярис возможен в том виде, только когда нет внешнего субъекта. Ну да. Ну чтобы это самое... Вот, Волах, позволь мне, я просто доскажу один тезис, который вот и покрывает и ваши рассуждения, и он сообразен с тем, что сказал Александр. У него есть оригинальная теория, там, это по правильности. Он рассуждает в этом русле. А вот один тезис, очень простенький, непонятный всем. Звучит так. Когда множественность бытия превышает его оперативные возможности, то бытие себя восполняет. Он практически очевиден, да, современному человеку. Вот с этим и связан иерархический переход с одного уровня на другой. Все. Стало молекул очень много. И атом. А двигаться надо вперед. А почему надо, вот мне интересно? Вот не всегда это, понимаете? Смотри, Абсолютный Дух. На этом позвольте закончен. Не, ну вы сами, на самом деле, подспудно говорите о каком-то разуме. Направленность эволюции имеет определенную роду вывод. Не, а может быть, просто дело в том, что абсолютная идея становится опознать себя. Продолжение следует...